У нас здесь в поле как-то более-то забывается, и как говорится подобное. Но, как-то и нас в некотором моменте, когда мы с вами в прошлый раз говорили. Мы не готовимся, наверное, делать, я надеюсь, и рук, как шуми. И для этого приготовили маленький хлеб. И вот это вместе кладутся корюши и говорят все. У нас есть салли, но и прости, что ее хранится, маленькая. И вместе с каким-нибудь блюдом, которые дарятся. И вот это вместе кладутся корюши и говорят все. И вот это вместе кладутся корюши, которые есть на обзорах. И можно идти к бюре его взять. Все это говорится. И потом надо так взять и слезь. Самое позднее – это сюда еще в субботу. Но можно взять этот хлеб и использовать уже прямо в первую субботу. В том случае не в шеволоке, только в шабаке. Если делать, то нужно в четверг приготовить что-то для шабаку. А если мы делали русскую пчелинку, то мы бы не могли этого делать. И как я сказал, если кто-то заходит, то тогда приходится полагаться, что один это сделал. Но это нельзя. Нельзя заранее полагаться на то, что делать ради. А что же это сделать дома? Нет, лучше сказать корюши используют как Леха Мишны. Леха Мишны – это отрицает. Одна из них будет из русской пчели. Но это взять маленькую, потому что Леха Мишны не должны взять по одинакову. Одну маленькую, а этот может быть большой. Зависит от которых идут. Но только то взять маленькую, может быть, если мало людей. И это сделать. И все. Да. Но это пицца, 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 пицца. Все, что делать, то я бы не сказал, пицца, пицца, пицца или пицца. И хлеб это одно и то же. Просто не забыть, есть шабак. И встали только пицца. Не дать больше, что надо для этого дариться. Нет. Это разрешают, но они даже говорят. Но нельзя потом говорить. Да. Но нельзя потом говорить. Или это равно. Все равно нужно договориться, потому что никто не знает, что будет сейчас. Вдруг сказал, что гость себя шепутил. Вдруг забыл, что это сделать. Так говорить. Надо же спорить, что это нельзя. Это не страшно. Это разрешение, чтобы это сделать. Так. И в тексте «Рух Товшинюнка» просто говорится, этим действием мы получаем разрешение. Нет. Мы не видим, что эти действием обязаны варить. Написано, эти действием мы разрешаем себе варить все. И так далее. И звали за кататор и клиентами. Напомню, почему это происходит. Потому что ямцов имеет большой уровень снятики. И нельзя островский уровень снятики. Потому что мы можем внутри ямцов будем делать до другого дня. Но нельзя. Голова не может идти в другой день. Поэтому делать «Рух Товшинюнка» для безвозможность ямцов сделать только до другого дня. И только до шага. То есть только челеза делать для пунктов. Поэтому ямцов не надо по шагам в четверг выпал. Чтобы мы в той русском севере не делали, в среду как в четверге невозможно сделать опять. Это нельзя. Только за сабата. Потому что сабата нельзя ничего варить. Поэтому надо иметь право варить за сабата. А в шагам не можно варить, потому что ямцов заплатили муки. Это довольно простая и мы это не делаем. Что? Нет. Нет. И один хит. Даже сабата, а один может положить. Супер. Как рыжа. Не важно, что. Рыжа хлеб и еще есть. Рыж, который в зале не поплеск. Не печенье. И не яблоко. А то, что было сварено. И где я вареное все. Хлеб это пустил. А то, что такое. Вареное лежало. Вареное лежало. Супер — зови в гости. Я сказал, что эрустов шален можно использовать на любой стратеге субботним. Не позже третьей. Не позже третьей. Первой. Значит, шлеб идет под шлеб. Лепто за что. И все, куда вы хотите его используете. или вечером, или днем или на него надо куда-то использовать вообще иногда хотите правил 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 нет таких правил только то есть когда хочешь поверишь это все здесь да ну это все правильно до половины или просто едят из стола разломаться как начать есть есть сюда вот это ломается отрежет чтобы она не отверстили а не только когда человек ест он так спрашивает режет и ничего не делает потому что там принято у многих резать ломать то есть превращать в нет проверить нечего они проверяют там не все проверяют а вы же не можете проверять то есть это сырое может проверить а вы не видите трое потом оно же не замерзкое а вы другое по крайней мере в сыром может быть а в крючком это полагается на то что что большинство их не имеет полагается только когда варится скорлукой в остальном когда раздевается нельзя его используют пока не проверяется несколько дня не оно не оно оно включается в одном из двух и примерно да я думаю только все да хозяйство сырое институт ну сначала любишь проверить потом уже перелить нет у не надо просто не все равно вы идите сруй и ну тогда в спрямую возможно что там ничего нету там не увидите не увидите не надо сруй не надо спрямую алексировок всегда проверять нельзя не проверять алексировок еще надо То, что в этом году такая особенность этого года, это то, что, опять же, цикл отойдет после Ленцова, и поэтому с прапези надо начать до 12 чертов. Это то, первое. Нужно начать и желательно быстро закончить. Почему нельзя кушать серьезные прапези рядом с субботой? Потому что в субботу надо в это пустить. Поэтому, если прапеза, где-то, она серьезная, если не ешь, то ей надо закончить разумное время, даже надо начать до полгода. Что? Молитва, нет, как-то плохо, не будет тоже. Почему? Трога чувствует. Потому что обладает, там видела, чекается, видела трус. Ну, это какие-то странные в основе. Видела трус, я чекаю. Быстро тоже. Вообще, мы в столице на войне, где и позже во сне, вот и 15 начинается. Если на войне, где-то просто от 9 и позже, не надо, я не рекомендую, чтобы не ходить, это типа мельчает. Что-то такое, 9 и 5, сейчас ходим. Но это не надо ходить. Живите другую соноголь. Что-то соноголь, а 9 и 5. Стал, подумайте. Как можно жить так, что ты в 9 и 15 только еще идешь, начало молитвы, где я, что ты делал до этого времени? Стал? Ну, я такого не знаю. Как-то можно сказать. Так надо вовремя вставать. В 6 утра полки, но... Ты что не забываешь? Меньше спишь, крепче будешь. Вот. Теперь те, кто ночью читает и курм, и дальше учатся, они все закончат молитву в 7 утра, в 8 утра. Это те, кто ночью. А те, кто не ночью, сейчас, те, кто не ночью, надо пойти на хороший менюанс. Короче, в моих глазах это 7, 8. 8-15 это вверх, нет ребят, это же самые лентяи в 8-15. Потому что потом это... Я не понимаю этот вопрос. Как это можно, как вы говорите, и скоро в меня сейчас такой-то. Знаете, вторая половина уже начинается. Тут мы еще на усадке подстали. И скоро это по системе эферы. То есть еще на усадку надо читать. Это что такое. Когда ты дома уходишь, как то это... Я ничего не знаю. Это уж не серьезно. Значит, не серьезно. Хорошо. Просто это лентяи, непонятно такое. Вот. Совсем это лентяи. Это может быть... Вы знаете, когда плохие традиции были за границей в Европу, в северной части, в Европе. Это можно понять зимой. Зимой просто до 8 утра нет даже восхода солнца. Но это можно понять зимой. Летом там наоборот. Восход в 4 утра, в 3 утра. Но из-за того, что зимой, а зима длинная там, полгода занимает, можно понять там. Но Израиль здесь включает. Почему надо здесь страдать, когда там было темно? Там темнота, там темная. Мы же в Израиле. Я просто не могу понять. Я включаю это, я нахожу это. Прямо с местом, где я живу, мне открыли новый такой технидраж. Там, действительно, 9 утра начинается тогда. Вот такое неслыханное дело. Вообще, где там жил, нет такого. Нормально было, так не было. 9 утра. Вот вы спрашиваете, что до этого делать? Чем заниматься? Да. Спать он, по-моему, может. Спать. Как-то вот так. 9 утра спать. Такое, такое, неясное облечение. Что-то. Что-то неясное. Когда нужно пойти спать, чтобы встать в 8 утра. Или в 9. Это примерно 2 ночи, как будто. Серьезно, люди могут быть. Но я не думаю, верю, чтобы люди были такие. Вот мы с вами сказали. Да, это Макаша. Да, это Макаша. Какой день? Шеллотный? Так не рекомендую, не в том случае. Это не будет. Но я уверен, что он в первом шеллоте работал. В четвертом реле. Прямо очень поздно работал. Нет. Да, значит, нет. Значит, он не в том случае не задел, а вариант другой не будет сделать. Он пусть пойдет и занимается и прочее. Сколько может выдержать. И желательно, приемлеме чем-то часу, до полвторого лета. Что можно сказать? Это намного лучше, чем обратно. Есть вся тонкость. Это как бы не спать сколько можно. Человек потом и старше ведет. Спать. За комок. Нет проблем. Он и старше. За что он учится, пока он не может, как любой человек и старше не может, и сподвинуть опусники. Я сейчас, скажем, вы устаёте. Понимаем, что час-два надо пойти спать и пойти на нормальный шахарик. Ну, вот на 8 утра, на 7 утра. Это просто очень хорошо. И пусть не волнует и хорошая. Это самое лучшее, говоря. На такой воскресенье. Если кто-то чувствует себя и может поспать то, что вот, то четверг днём. Это другой год. Пару часов. Это не запрещает. Совершенно говоря, поощряется. Что, честно, потом лучше ночью будет. Но если он не может, то надо действовать, как я же сказал. А как он предлагает это, это все наоборот. Наоборот, это очень плохо, потому что. Хуже уже. Самый плохой вариант этого после. Так как действовать, как я сказал. Будет хорошо. Все не должно. Последнее теперь. Молочная еда. Молочная еда. Я говорю, но еще раз скажу, что есть разнобой и разночтение. Значит, все знают, что из того, что тороп-песк решили, что для меня понятия ледом и молоком, у нас их тахар за шапу и�уутом, и это моё твесе тоо. Тогда в шапу у нас есть молочная праздник. В чём нет других субботан и праздника. Так сложилось. Всегда это делается, но традиция такая, или молочного праздника супервейтера, это не просто к проблеме с супервейтером, или тут там фидуш делается с молочными пирогами и прочее, фидуш после шахарита. Особенно если бы ночью кто-то сидел, тогда уже в 8 утра уже кончается молитва утром. А тракта заводимых у 12 утра, которая не позже, ночная. Есть и люди, которые полагают, что если вечно была ночная тракта, то это достаточно, и у них с днем всего молочного праздника. Чего нельзя делать, это нельзя неправильно совершенно. Есть такие люди, которые делают так, но это неправильно. Нарушение закона, они начинают молочную праздник, потом они все меняют, и все меняют, и все меняют, и посюда, и то, и то, и то, и то, и потом уже ночная праздник. Это просто неправильно, и так нельзя делать. Но если так сделают, надо так нельзя делать. Поэтому надо лучше всего разделить на две. Я спратишь вот такая сиуда молочная и сиуда ночная. Или наоборот. Понятно, или так, или так. То есть не хочу высказывать немножко лучше. Кто-то хочет, но чтоб был вред. То есть два молочных праздника в течение всего лет обеда. На празднику? Полностью, да, нет. Есть понятие, сейчас скажу, есть понятие, то есть те, кто делают пидуш после шахарита в пенолёге, и там у них есть возможность эту молочную праздник иметь в виде пирогов молочных, ну, межунов, так что называется, то они выполняют эту задачу, у них туда мясная праздник, и вечером питье. То есть там пидуш когда-то, если шахарится, утром. Ну, не таким, как не такой самовозитель, где на час дня только будет пидуш. Очень несерьёзно. Надо пойти в другую. Пойти в другую. Создать новый пирогов. Это лучше праздник. Да, написать объявление, что все желающие нормальные молитвы по субботам, все в утратах нормальные люди создают свою бульону. Да. То есть налога можно с ними до 9000-х, потому что в 9000-х начинают праздник. Так и делают. Так и делают часто. Все, кто более серьёзные. То есть налога начинают рано. И за 2 часа всё заканчивается. Они переделаются, заканчиваются. Говорит. Так, шедерга, ещё без этого вопроса. Не было всё. Не было ничего. Оно же хорошо. Это мы, да. Это вот. Если нет пидуш, то она может делать, как я говорю. Если пидуш, то можно там прокрутить проблемы с научной страстью. И там не дают никогда ни сыр, ни творог. Потому что после него проблемы, сколько надо ждать, пока есть. Мы знаем, что после молочного не надо много ждать. Полчаса, час. Полчаса, час. И нужно покушать хлеб или что-то, чтобы разойтись с научной молочной. Полчаса, час. Но на практике это не так. Выполнить. Плюс ещё эта твёрдая стирка есть до роты. Шесть часов надо ждать. Поэтому, чем всегда загонять в проблемы, лучше не создавать проблемы. Потому что наличий способ решения проблем это не создавать. Потому что все разобрались, на волочной разобрались. Пожалуйста. Положено так, на каждого из родителей по одной и все. Больше ничего не надо. И что, больше ничего не надо. Нет, на практике уже есть чувства. Но если нет соответствия массового, то там достаточно. Ничего просто две свечи, так сказать. Потому что главная задача – это полный правительный. Нет у человека обязанности записать специально свечи за брата, или за сестры, или что-то. Почему? Поло это у них тоже должно быть есть. По правилам. Эти дети должны их сделать. То есть идет линия сверху вниз. Родители и дети. И дети должны вспомнить родителей. И то, что не надо вспомнить недолго. Не это нужно. Вы меня поймете правильно. Но задача у детей стоит по отношению к родителям. И на ней, так сказать, душа родителей радуется. Душа других родителей не имеет с этого прямого отношения. Поэтому большой масса трубок не будет такого. Так сказать. Подвиньем. Подвиньем. Что? У них нет никого? Ну что, у них нет никого. Может, нет никого. И вспомните ли? И скоро. И скоро же можно вспомнить, там описано. И то там список вот. Я вспомнил, что все вместе вспомнили, дальше есть список, и ты сам говоришь этот список, это другое, у меня родители отдельно, они никогда не в списке, есть отец, есть мать, есть все остальные, все остальные, которые ты можешь упомянуть в одном детстве, соответственно, свечами может каждого, а отец раз, мать два, и все, больше ничего не нужно. Если помнишь, говоришь, если не помнишь, то не говоришь. Ну что, в одном, не скажешь, подготовь его в список, не помнишь, может не до всех, потому что не надо список, есть только родители, это остальные, за которых надо сказать. Коррекционники, там вот и все мои родственники, и все, там не надо кричать, понятно, только родители надо, коррекционники. Дождливая смерть, да, все, остальное, там есть только актрилоги, видите, и все родственники, которые умерли и погибли, известно или неизвестно, дата не имеют значения, потому что в этот день дата вообще не имеют значения. После этого, забрали, конечно, все, хорошо. Значит, мы пришли к МЕНТЭК, 49-й, посмотрим, что мы сегодня можем сделать с этим. Мы сегодня должны смотреть посуд номер два, шесть, шестой посуд. Тут говорилось, что этого, мы не будем читать и повторять, но просто, чтобы линия-то у нас была такая-то, это БНЭЙ-КОРОС, Человек-КОРОС, у которых всему человечеству хотели обратить свои слова, направить свои слова, а распространенные тяжелые заболевания человечества, это опора на деньги, опора на власть, опора на возможности материального мира. И поскольку они ощутимы, и человек их чувствует, то они попали в эту беду, потому что он же видит это, а же есть же не то, что нет. И вот здесь рассуждения, сейчас будут некоторые доказательства, рассуждения, которые помогут как-то разобраться, что в чем ошибка эта, в чем неправильность, что будет. То есть, кроме такой фразы, что не надо опираться на деньги, которые каждый знает и потом опирается на них, потому что ты знаешь и опираешься, и все неразработано еще, почему не надо, а лозунг такой, человек интеллигентный, придумающий, начинает ему сказать, я, я буду, конечно, я не опираюсь, я, конечно, понимаю, что деньги это не самое главное, это понятно. Потом этот лозунг на стенку наклеивается, а в жизни реализуется не так, и человек живет так, как будто деньги это самое главное. Поэтому требуется разработка разных моментов, которые попробуют сразу сторон, что это неправильный подход. Я хочу понять, почему это занимается, вот этот террор-певелин. Сказал бы, по-написам до людей, знающих профилищно, а все знают профилищно, кто может сказать, что деньги, определяют что-то. Каждый понимает, что это не важно. Но в то же время надо вытащить из человека, что-то не было, поэтому надо тут рассуждать. И так у нас в шестом, в шестой фразе говорится. Лама ира динэй ра. Почему я буду бояться, ира это слово, конечно, это ира, называется третий перед силой. Почему третий? А первый а вот это будущее время, я. Почему я буду бояться, почему я буду внутренне припитать в дни, когда бывает плохо, в дни ра, когда бывает плохо, когда зло, когда беда. Почему я буду бояться, говорит Давид Амелев, рассуждая как-то сам собой и делясь с нами. Или это все равно, что днэй коров, это одно и то же, когда Давид потом это повторит. Почему я буду бояться? Он говорит до этого, и кто-то намек нам-то, и мы уже знали, не надо бояться, там, будет ли деньги, не будет денег, не надо это бояться. А чего же надо, чего я буду бояться? Что ничего не боюсь вообще? Нет. Чего боюсь? А вон, а кивай, и субень. Это значит, надо это распутать. Вообще текст это точно слышно. Есть, я видел книги, где написано, что этот певелин, вот эти места, которые мы сейчас читаем, этот певелин, в следующий раз, то, что мы сейчас читаем, с точки зрения иврита, наисложнейшее, в общем, это выглядит, это распутаться и так будет просто. Мы будем пытаться это сделать. Агон, а кивай, и субень. Агон, это плохое поведение, корень которого, не знаю, цепь, теша, агон, вот такие слова. Так этот плохой агон означает поведение, которое проистекает из духовной нищеты человека, из духовной бедности его, из того, что он не видит в горизонте, из того, что он не думает, из того, что он не переживает. То есть он потом к ногам поступает из-за этого, то это называется агон. Так, значит, мы снова агон уже знаем. Потом мы все склеим в мир. Что такое акабаин или акер? Что такое акер на иврите? Кто помнит? А? Кто? И что? Похоже, в общем-то похоже, почти точно. Ну, почти точно. Ну, это почти точно. Пятка. Пятка. Это след. Агон, это на иврите пятка. Значит, когда акеваешься, то это мои пятки, да? То словно, когда мои стопы, мои ноги, это как образ моей пятки. Они окружены. То есть, когда я буду бояться. От чего буду припитать туда тяжелые дни? От того, что я посмотрю, что путь мой, то есть мои стопы, мои пятки, условно, они окружены результатами моей духовной бездности, моей духовной слабости, моей вот неразработности, моим отступлением. Духовный. Все это по духовной бездне. Все эти вот моменты, если я вижу, что мои ноги этим окружены, значит, мой путь окружен этим. Как? То есть, я делаю шаг. Почему я делаю этот шаг? Из-за своей духовной безднести я делаю этот шаг. И потому что, вот, такое я делаю, да? Я мог бы сделать другой шаг, но это не шаг, я делаю этот. И так я вижу пунктиром весь твой путь. И вижу, что он окружен, каждый мой шаг был окружен, значит, следствием моей духовной ящиты. Вот тогда мне надо бояться. Почему мне надо тогда бояться? Потому что этим пунктиром моя жизнь выстроена. А каждый шаг – результат нищеты вот этой духовной. Так не надо бояться. Как же итог будет моей жизни? Тут бояться вам в будущее время. Лама и Ра. И Ра – это они. И Ра. Я Ре – это препятствовать бояться, а Алых – это они. Так на Хто, Адабер, Алых. Почему я буду бояться, когда будет кто? Потому что я поступил пунктиром на своей жизни. И вижу, что что мешает, кто в результате, условно говоря, глупостями. В этом и духовной такой глупости. Тогда я буду бояться. Потому что у меня нет итогов. Такие будут итоги моей жизни. Я прожил X лет. Собирается еще Y лет прожить. Но пока что мне плохо. Я смотрю. Плохо-то что? Может, плохо-то что-то кончится все. И вообще в другой мир перейдет. Он говорит – я. Я перейду в другой мир. Смотрю на мой пунктир. Он говорит – построена глупость. Как я должен бояться? Это понятно ли? Идем дальше. А есть люди, которые не боятся. Абудхим амфейлам. Те, кто полагаются. Те, кто полагаются. Те, кто полагаются. На деньги. На возможности свои. От слова «хайл». Хайл – это значит сила, которая достигает текста. Сила, которая достигает каких-то целей. Не просто сила. У меня есть сила. У меня есть сила, которая помогает достичь чего-то. Это хайл. Это нельзя так плохо. Но в данном контексте имеется в виду материальную силу. Потому что есть благословение хорошего еврея. Идти от одной силы к другой силе. Мы силием духовно. Растие духовное. Это благословение хорошее. Весь контекст мы увидим. Абудхим амфейлам. Те, кто надеет амфайл шелаген. На свою силу. В финансовую и материальную силу. Уверок. Читаем дальше. Уверок. Ташрам. Идгалави. И в величии своего кошер. Айнам. Это деньги. Ашир. Это богатый. И в величии богатства своего. Они восхваляются. Айнам. Ахирам. Те, кто надеет амфайл шелаген. На свою силу. Весь дух. Финансовую и материальную силу. Уверок. Читаем дальше. Уверок. Ошрам. Идгалави. Идгалави. И в величии своего кошер. Айнам. Это деньги. Ашир. Это богатый. И в величии богатства своего. Они восхваляются. Ашир. У нас сегодня утром мы Валерик с вами читали. Да? Утром читали Валерик. Потому что ты его расходишь. Валерик. Это значит читать Валерик. Воспевать себя. Как я. Сому себе читать Валерик. И так далее. То есть эти люди. Которые сами себя воспевают. В связи своим богатством. На кого они похожи. Задается вопрос. А мы еще пока ответа не имеем. На кого они похожи. Ах. Я боюсь. И мы уже знаем пунктир. Я боюсь своего пунктира. Это сказал Давид Андреев. А эти люди. Которые похваляются своей мощью богатствами силой. И тому подобным. И тому подобным. На кого они похожи. Посмотрите как о них сейчас здесь говорится. Ах. Лофадо. Ифде Иш. Ах это брат. Да? На еврейском? Ах, это звать. Человека, брата своего, человек не выкупит. Не спасешь никого ты в жизни. Если случится, например, другое заболеет, ты можешь ему выкупить из болезни, ты можешь ему помочь. И где ишь, ты выкупишь человека, то есть себе, брата ты не мог выкупить, ты выкупишь себя, то чужого назад не шло даже, брата, не шло. Другого человека легче спасти, чем себя. Например, другой человек сидит, тут выкупка, сидит в тюрьме. Ты на свободе. Ты можешь выкупить другого? Можешь. Другого, что ты получаешь, но ты можешь. Если ты сам сидишь в тюрьме, ты себя выкупишь. Ты же уже в тюрьме сидишь, как ты себя сам выкупишь? Поэтому тут говорится усиление. Трата ты не можешь выкупить, который на свободе, который в тюрьме, а ты на свободе. Ты себя выкупишь. То есть ты себя выкупишь из той тюрьмы, в которую ты себя загоняешь. В результате того, что ты полагаешься на свое богатство и наплевал на Тору и все. Ну, так условно, наплевал на законы и так далее. Другого ты не можешь выкупить из себя, может быть. Ты себя не можешь выкупить. Продолжает эта фраза. Ты кофер. Кофер это выкуп вместо чего-то. Кофера, да. Ты всевышний взятки не берет. Значит, что ты полагаешь на свои деньги и богатство? Если придет момент. Ты человеку, начальнику, ты можешь дать деньги. Начальнику тюрьмы ты можешь дать. Начальнику полиции ты можешь дать деньги, если на то уже пошло. Ты всевышному дашь деньги. Что ты воспаляешь на тебя? Что ты думаешь? Читаем следующую фразу Т. Ваикар пидьон нахшам лехадаль леолам Это вот это вот начинают сейчас Такие сложные фразы, с точки зрения, блин, так. Сложные фразы. Ваикар пидьон нахшам. Екар. Екар на иврите Ну мы знаем, екар это дорогой, важный. Но вообще-то еще Екар на иврите это еще кого? Честь. Честь. Ваикар пидьон нахшам. Смотрите, какую-то формула. Екар это кавод, А кавод это на иврите Кавель. Что такое кавель? Тяжелое что-то, да? Поэтому ваикар пидьон нахшам тяжело выкуп души. Тяжелый выкуп души. Это продолжение предыдущей миски. Разве ты можешь выкупить? Не можешь. А он, допустим, скажет, я все равно могу, так тебе говорят, нет, тяжело это. Это очень тяжело. Не получится. Просто, так сказать, индульгенции получить и повысить. Без чужи дело не пойдет, а в чужи мы здесь не говорим. Человек повпаляется своими имуществами, деньгами. Поэтому он не делает чужу, и поэтому он, я понимаю, что вы, не делает чужу, и поэтому он говорит, что все мои возможности материального рода, связи с моим умом, и своими деньгами, и своими способностями, и своими талантами, помогут мне выкрутить все это. Ему говорят, байкар, пидьон, пидьон по выкупу, байкар, пидьон на вшан. Чажо выкуп этих душ, этих людей, это так говорит. Это мы переведем здесь, а вообще-то хадал это прекратить, исчезнуть на иврите. Тот так говорит, и надеется, он просто исчезнет навсегда, он не будет ему, памяти о нем не будет хорошей, то есть поколения такой человек не будет, то, что он делает, не будет иметь вверх, это хадал не улав, такой человек, в такой философии жизни. Хадал это пропал, ушел, исчезнет, прекратил. Я повторяю, что каждое слово известное, комбинация этих слов такая, что почти не дает возможность перевести. Это же не мое утверждение, я вообще ничего не умею переводить, только много раз говорю, ни одного слова я не могу с уверенностью перевести, я только примерно сюда он говорит. Вот. Читаем десятые фразы. Десятые, Юб, читаем. «Вайфи от Ланецеха». «Вайфи от Ланецеха». Это все продолжается по ироническим вопросам. «Вайфи от Ланецеха». И что? Такой час вечно будет жить? Потому что и помните, мой ключ к пониманию книг Канаха, он такой, каждая фраза следующая, объясняет предыдущую. Поэтому предыдущие праздники сказали, что тяжелый выкуп, и человек тебя не выкупит. Но человек может сказать, а кто сказал, что я даже себя вообще выкупаю? Я извиняюсь, у меня есть деньги, у меня есть возможности, у меня есть все, что нужно в жизни. Почему я говорю, что себя не выкупать? Я проживу свою жизнь, я проживу свою жизнь, хорошо, в случае заболевания деньги помоют лучше врачей, и все такое. Сколько нужно, сколько нужно, я тоже понимаю, но я буду хорошо жить, в рамках человеческих возможностей. Я буду хорошо жить. Так, эта фраза ироническая, продолжаю, смотрите, 10-я фраза, ваихи однанесы, где ты собираешься вечно там жить. Пожалуйста, здесь ты прокрутился как, но ты вечно собираешься жить. Но и ре, а шахат, ты что, думаешь, ты не увидишь никогда другой мир? Шахат, это, есть такое слово, шахат, это одно из названий преисподнице. Ты что, думаешь, ты туда не попадешь никогда? ДР шахат, другой. А? Не, не, другой поиск. Есть понятие ДР шахат, то есть ДР, это колодец, а шахат, это вот колодец преисподнице, то есть шахат. Так ты думаешь, тут где-то иронически, ты не увидишь никогда этого, ты так вот довольный с тем, а ты нет, так ты смотришь, что мы дальше там. Он на это скажет, он на это скажет, что, например, на такую фразу, он на это скажет, что я ничего не знаю, он скажет, но, по крайней мере, я свою жизнь проживу, и вот это богатство я оставлю своим детям, или внукам, или там кому-то еще, просто другим людям, не важно. Так что ты меня не пугай, я хорошо с моими деньгами, где хорошо так есть, ты ничем не пугай, значит, я могу и сам проживу хорошо, другим оставлю, то что ты напугаешься? Так тут продолжает автор, так сказать, и говорит, послышит, как интересно говорить. Киере хохамил, я муту. Да, конечно, Киере, конечно, да. Конечно, ты увидишь, что мудрецы умирают. То есть, мы тебе, так сказать, навстречу идем с твоей фразе. Ты так говоришь, очень хорошо. Правильно. Почему? Ты видишь, что умные люди, мудрые люди умирают. Яхат, Ксил, Увар, Йовейду. Вместе. Ксил это глупец, Бар, это человек, который безграмотный, такой, знаете, без знаний, ничего. И он неразвитые мозги, неразвитый ум. Сил это глупый, а Бар это неразвитые все. Так что это такое человек видит? Он говорит так, да, конечно, я знаю, что люди умирают, но они вместе умирают. Я вижу, что умирают мудрые люди, я вижу, что умирают глупые люди. Так что ты напугаешься? Ты говоришь так, что это потому, что я не прав, потому, что я полагаюсь на деньги, и вообще глупости. Как ты меня пугаешь, что ты в будущий мир куда-то попаду. Я вижу, что умные люди тоже умирают точно так же, и глупые люди умирают вместе. Мы разберемся, насколько он тут правильно сказал. Жай-зву, ла-хар-и-ль-чай-нан, и своим потомкам они оставляют свои богатства. Мы видим, что все живут одинаково, все абсолютно одинаково, и мудрые люди, и глупые, они все умирают, потомкам оставляют богатства. Вот так и я буду жить тоже. Не надо меня пугать. Но тут посмотрите внимательно, как написано. «Ки-е-ре-ха-ханим я-муты». Да, действительно, он увидит, что мудрые люди умирают. Я-муты в будущее время, в смысле умрут, но он знает, что умрут, потому что он видит, что они умирают. «Я-хар-ханим я-муты в силу вар-йо-вей-де». Посмотрите, какие глаголы здесь. Насчет ханим, что написано, они умирают. А насчет глупцов, что написано, и бадон пропадает. Мудрый ханим умирает тоже. И нету гарантии, Тора не дает продления жизни, как некоторые думают и путают мозги только. Вот ты начнешь соблюдать, будешь жить дольше. Где-то написано, где-нибудь написано, конечно, «Кор-ах-ханим» для «Ме-мина». Конечно, прямо говорится, рядом с Торой продолжение жизни. «Но-рах-ханим» методу «Олам-хата», а не «Олам-хазе». То есть безграмотность порождает безграмотность. Тора не дает продолжение жизни, безусловно, не дает сокращение жизни. Потому что на небе решает иначе проблему жизни. Не в связи с тем, ты соблюдаешь или не соблюдаешь. Соблюдение – это качество жизни. Если соблюдаешь, то жизнь смысл имеет и достоинство имеет. Не соблюдаешь – бессмысленно. что ты жил сто лет, что ты жил пять лет. Это не мягко, это бессмысленная жизнь. Вот что дает Тора. Но это смысл, а не продолжение жизни. Поэтому, говорится, «Хахамим» умирает. Так и все люди. А глупцы, те, кто без этого, они пропадают. Вы скажете, куда же они пропадают? Умирают – понятно, умирает другой мир. «Олам, габах, ганеды». А эти люди никуда. В Дэр-Шахат опускаются. Вот это ему ответ. То есть ты наблюдаешь, что и тот, и другой уходят. Так это же разное. «Хахамим» это умирает, и люди ганеды. А этот, как в Дэр-Шахат, что тут похваляются? А он говорит, «Да, но и те, и другие оставляют наследство. Я тоже оставляю, но и они хуже других». Сейчас разберем это наследство. Следующий проект. «Хирбам, ба-тэймо, ле-олан». То есть они думают, «Хирбам» от слова «керэф». «Керэф» – это «нутро». «Ба-керэф» «нутро», «Кербаем» – это «внутрьница человека». «Кербаем» – это «Керэф» – это «нутро». «Ба-керба» у себя внутри, у себя, внутри себя. Они, потом пропуск, это нужно вставить, вставить, нет, в «Кербаем». Они думают, то есть у себя внутри, они думают, что «тэймо» – это «тэйгэм», это «мор» – это «хакгэм». «Тэймо» была «тэйгэм». Они думают, что их дома, вот те, кто у них в наследство, они же говорят, «мы же в наследство станут». «Так они думают, что наследство – это навеки». «Ты думаешь, ты оставишь дом в наследство, так твои наследники получат действительно дом?» «То ты сказал это?» «Мишкэнотам», «Мишкэнотам», «Мидор», «Вадор», «Место жилья», «Мишкэно», так сказал Шахэль, «Место пребывания твое», ты думаешь, из поколения в поколение, у тебя есть квартира, у тебя есть дома, у тебя есть усадьбы, у тебя есть, не знаю, там, что угодно, ты думаешь, что из поколения в поколение будет. «Кару бешмотам алея дамот», ты думаешь, что по имени хозяев вот тех первых, то есть тебя, короче, Горяк, их будут называть по именам хозяев, да, вот эти бешмотам, бешмот шелагем, алея дамот, на земле будут твои усадьбы, твои дома называться твоим именем, ты так думаешь? вот, понимаете, что, он говорит, хорошо, все умирают, я тоже умру, но, по крайней мере, моё богатство будет известно, я ставлю наследие, там, я отдам людям, так что имеет смысл моё богатство? Ему ответ, ты думаешь, что оно будет продолжаться? Ты так уверен в этом? Что? Следующая фраза, тринадцатая, это опять иронический вопрос такой, а человек, гадам, человек, баикар, бау-я-лин, своём, а помните, якар что сказал, до кого? до кого, чего? Вы думаете, человек своей чести, в том, что у него почёт, понимаете, деньги, власть, его уважение к нему есть, он балгалит, он не... ка-бегеймот, ведьмур. Тот, это человек, сравниваться должен, может, сравнён будет, не в шалках, не в шалках, он становится маршален, ка-бегеймот, как животное, если там было, его мышление, на уровне животное. Животное тоже, кто знает, что им кажется, но если человек так думает, он как животное, то ты чего? Животное никто не помнит, был бык, была корова, кто знает, через сто лет, про эту корову, про эту быкар, исчезает из этого мира, а ты думаешь, что тебя будет помнить, если кто, за что тебя помнит, эта материальная сторона твоя, кто это будет помнить? Помните, совершенно только другое. И не дмой, а слово демоём, демоём. Всё это похоже на животность, То, что думаешь, что будет на вёке, оно не будет на вёке. Всё это похоже на животность. Я, значит, здесь мы и закончим, пока вы зашли в следующий раз, а пока скажем вот, что-то, чтобы ещё добавить, но сразу дальше не будем читать, потому что так бы на это не захватят. На это, в целом, другой же, человек может не нравиться, правильно сказать? Почему не будет строго? Будет строго, там, вот, пирамиды, например, по сифону. Что мы этого расстоянием? Конечно, в пирамиды, в пирамиды. Вопрос только, какое влияние на наш мир оказывает пирамид. Я не говорю о туризме, я не говорю о том, что археолог там исследует. Исследовать это не влияние, он исследует как чужое, как хирург ковыряется на внутреннем человека, это не значит, что человек на него влияет. хирург защищен от влияния. И ты его не уделишь и не потрясешь. Так и археолог, он защищен от влияния. На кого влияет пирамид? То есть, понятно, что на кого, по очень простой причине даже, не можете найти из потомков владельцев пирамид. Это были большие люди, это были фараоны. Кто из потомков? Найди ли нас от одного человека, в пирамиде сказать, я происхожу там, каким-то он там. Египтян же вообще нет. Нет египтян, которые дуют. Соответственно, что? Копки? Копки, я имею в виду, копки. Кто такие копки, никто не знает, но это не имеет значения. Они разве верят в религию египтян, копки христиан. Они же давно все поменяли. Кроме того, я не знаю, почему, кто-то записывает в египтянах, копки это бывшие рабы греков, которые жили в греческой элинской, египте, элинской, египте. Кроме того, вообще к хороанам не имели отношения к слову. Нет египта, нет нигде ни египтян, ни гамилонцев, ни сирийцев, осталось в стороне, так сказать, этих чистильщиков, ботинок на скре, которые называют эсирийцами. Осталось, чтобы не трогать какие-то проблемы. Нет никого, ни грехов, ни римных. Чего этого нет? Все это было плавные дела, но их нет. Соответственно, нет и того, кто продолжает это делать. Я это не знаю, тут же весь вопрос, что о наследстве. У меня есть наследство. Я построю пирамиду, я оставлю наследство. Кто продолжает это дело? Ничего не продолжает. Пирамиду нет, вы туристы ходите. По лизеям в Риме есть, вы туристы ходите. Так дети римляне, дети великие императоры, сенаторы и то подобное. Где их дело, которое продолжает? Ну, же нет. Поэтому, оказывается, что это не помогает. И когда строили империю, думали, что она будет навсегда. Все знают, что император тоже смерти. Но он знал, что оставляет меньше, что будет всегда. Сказал, что оставляет объект интереса для туристов только. Которым до лампочки вернулись все домой и все до лампочки. Не живут с помощью той мудрости, которая была у римских императоров. К примеру, у кого была, точно. Нет, никого, ты ничего не оставишь. Вот, что отличает на это последнее здесь, а про простой сейчас скажет. Хорошо, по-первых, я не император, я не претендую. Но что мне как обычному человеку оставить? Ты говоришь, там, деньги, дома и прочее, это все ерунда, потому что через одно, два, три поколения ничего же этого не будет. Пять поколений, десять поколений, но это он все с под трех мир изменится, если не будет землетрясение, если будет социальная землетрясение, если не будет это, будет это, то и просто развалится все. Так что мне как обычному человеку оставить? Я понимаю там радиоактива, великие люди, они оставили, до сих пор всегда учат то, что вы говорили, это вечное наследие, оно никуда не ушло. Сколько было таких людей, скажет, такой человек? Несколько тысяч. У нас было несколько тысяч, много тысяч учителей, но и коло кого. Одних евреев только сейчас живет миллионы, а у всех поколений сколько? Десятки, может быть, даже сотни миллионов евреев было у всех поколений. Кто учит, или кто знает, или кто пользуется надпределем простых людей? Никто. Дома я не могу оставить и деньги. Духовность моя кому она нужна? Кто я будет пользоваться? Это как раз та ошибка, которую делает человек. Потому что каждый правильный поступок, правильная мысль, правильное изучение, правильное знание меняет духовный мир. И в этом изменении духовного мира времени нет. Было ли это три тысячи лет назад, или было это в эту секунду, это просто одно и то же. Поэтому какой-то еврейский только три тысячи лет назад правильно подумал, или правильно сделал, правильно помог кому-то, правильно научил кого-то. Все это три тысячи лет назад действует точно так же, как действует в эту секунду, когда мы с вами говорили. Потому что там нет времени никакого. Получается, это вечно. Это никогда, никуда не денется. Это вечно. И так же и мы. Все, что мы хорошего сделаем, и все, что мы поможем другому человеку, и все, что мы научим другому человека, и все, что приблизим другого человека всевышнего, это навсегда. Это уже никогда не уйдет. Это уже ничего. Все, в эту секунду ты сделаешь вечный памятник в себе. Потому что это не может идти, потому что это в материальном мире не имеет никаких компетенций. В материальном мире есть, например, антропии, и все разваливается. Все разваливается. В духовном мире нет, в духовном мире, нет, ничего не разваливается. Каждая митва горерет митва, и поэтому каждое хорошее дело, оно под камень прибросил в воду, и круги расходятся бесконечно только в материальной воде. есть трение, поэтому больше, помните, дети интересуются, три кольца, пять колец, десять колец, но потом уже все, ничего не будет. Бухнуть камень, чтобы было 20 кругов, но уж больше 20 не будет. А в духовном мире нет трения, ты сделаешь одно хорошее дело, и пошли эти кольца на весь мир, и вокруг и мир отходит, и отходит бесконечно, ибо никогда трение не улучшает, понимаете? Поэтому то, что было сделано в 3000 лет назад, или в 2000 лет назад, или в 1000, кем-нибудь, один еврей всегда на нас влияет, и поэтому, может быть, мы от этого сильнее, и лучше, и все только потому, что кто-то сделал 3000 лет назад, что ли? и потом все складывается, и маленькие эти капельки превращаются в море, и это то море, в котором мы плаваем и живем, это наше море, и оно вечное, это духовное море. Вот ответ на эти два возражения. У вас еще есть третье возражение, пожалуйста, давайте, давайте, я просто не знаю, но вовремя строительства. Нету законов, нету законов, потому что так только оторвали от материи, там уже нет законов, там нету расстояния, там нет ничего, там птицу выпустил и пошел. Такие как Билан, например, берем Билана из того параона, из того параона. С раком есть туры, так они уже вечно есть, там это не есть. Но поскольку они делали плохие вещи, то эта память продолжается ровно столько до нашей полной чумы. И бесконечно, а в наших руках мы как хранить. Мы можем даже сегодня закрыть память о них, они уже не будут вспоминать о том, потому что тогда уже наступит седьмое тысячелетие, они уже не будут вспоминать о том, что это было. это более сложно. Не надо коротко, а он сказал, не, я с ним отвечу, это более сложно, чем Билан. Потому что, мы же говорили о хороших Биланах, смотрите, евреи, теперь делают хорошие дела. Коротко, коротко ставим, делают хорошие дела. Так это само хорошее дело. Уже как 20 минут работают все равно. Проблема только, насколько он может передать в Санкт-Петербург. Если он сделал слишком много плохого, тогда он попадает в этот ДР-Шахер. И дальше это сложная вещь, все-таки, что же с душой такое, что происходит, это вещь непростая. Душа же это не кусок такой. Или попал в ДР-Шахер, или попал в Ганеру. Это же бесконечная многосморная вещь. Или концентрически, знаете, как луковица. Бесконечное количество вот этих, как мне это называется, чешуи, на что-то, я не знаю, как это. А? Одежка, чешуя. Так и душа человека, она бесконечно многое имеет. Поэтому что-то из этого будет иметь ханаа, да и нот, безлихашкина, как называется, что-то не будет. Теперь, где сердцевина человека, где сказать, что сам человек, вот человек это кто? Что с точки зрения души это человек? Его сердцевина, или его одна эта штучка, или все вместе только. Вопросы, на которые на земном языке нет ответственности. Поэтому мы не можем ничего вспоминать как это. Мы знаем, каждое хорошее дело это хорошо навсегда, плохое это плохо, где будет человек, определяется по сумме, что перевесить, прочее, прочее, но на вопрос, если перевешивать плохое, то есть ли память об этом человеке? Я говорю, с одной стороны, есть, если он делал что-то хорошее. Я полагаю, что может быть нет человек, кто бы не сделал что-то хорошее. С другой стороны, вопрос, как остается, насколько он сам получит этого. Получит этого. Это я не могу сказать, потому что у нас нет способа на языке человека про тела, мы знаем, вот рука, вот нога. И отрезали руку, нашли место, вот человек остается, а руки его уже нет. Это непонятно, да? Про душу мы дальше расскажем. А на многих-многих одежда, деяния таких, и мы не знаем, кто такой человек сам. Это его все внестили в одной же деянии, только сельцевина, потому что нет в жизни никаких аналогов к этому не происходит. Потому что сельцы ничего не могут с тобой. Надо же чего-то не знать тоже. По чуть-чуть. Всего доброго, до следующего раза.